здравствуйте вы смотрите программу 15 студии андрей маланов не за горами уже новогодние праздники и как раз самое время поговорить о том как город берц будет встречать новый год и самое главное как мы будем отмечать новогодние каникулы об этом сегодня мы поговорим с нашей гостьей оксаной макриенко которая заведует отделом культуры города берска здравствуйте оксана михайловна и так подготовка к празднованию нового года я так понимаю уже на финишной прямой тут осталось уже ну всего ничего что у нас осталось сделать до 31 декабря ну на самом деле она еще не совсем на финишной прямой да потому что резко снежных и ледяных скульптур начнется только со следующей недели да и в основном я хотела бы остановиться конечно на трех основных площадках да которые традиционно в принципе у нас в городе эта площадка досугового центра октябрь которая предполагает что у нас жители но микро района на вода будут общаться там на этой площадке эта площадка у дворца культуры родина и площадка праздничная которая находится в центре в городском парке культуры и отдыха согласована в принципе схемы размещения этих городков до основными элементами на площадке праздничной станут в этом году ледяные скульптуры то есть дед мороз и снегурочка у нас будут изо льда решили сделать попрочнее чтобы подольше простояли наверное решили сделать по новому потому что никогда дед мороза и снегурочку изо льда по моему не делали на моей памяти по крайней мере нет да то есть были какие-то отдельные элементы ну вот в этом году решили сделать так ну конечно еще там будут кое-какие элементы изо льда ну и традиционно уже у нас будет каток будут горки и будет барельеф с новым 2020 годом который как раз будет из снега ну и мы уже привыкли все-таки символ года он тоже будет в этом году да вот по восточному календарю восточному календарю до открытия площадки праздничной будет 29 декабря 17 00 поэтому всех приглашаем ждем с удовольствием потому что там же будет подведение итогов тоже впервые проводимого фестиваля снеговичок который объявлен в этом году в городе на данный момент у нас 16 заявок поэтому я думаю наградить будет кого и конечно да и посмотреть эти работы которые может быть мы проедем 24 25 с комиссии посмотрим и уже 29 на открытии на праздничной площадке подведем итоги то есть я так понял если вот к этому конкурсу снеговиков возвращаться да я так понял что комиссия поедет вот 24 25 то есть вы сейчас пока не ездите не смотрите или все-таки как мы не ездим не смотрим но я просила как бы и в положении у нас написано что в принципе можно присылать фотографии чтобы какая-то информация у нас все равно было да то есть они сделали зафиксировали подали заявочку да зафиксировали это и прислали нам фотографию потому что всяко бывает погода разная прошел там морковку выдернул поэтому как бы вот такие два вида скажем так да то есть хочется посмотреть и вживую на этих снеговиков но и в то же время есть возможность предоставить фотографии какие призы или это секрет пока пока пусть это будет сюрприз а это секрет да потому что мы пока не знаем какое количество заявок от этого всего будет до зависит потому что хочется чтобы каждый ну что-то все равно получил себе подарок на память о том что участвовал в таком первом конкурсе фестивале снеговиков это у нас открытие будет главной площадке города центральной да которая будет возле площади горького возле кинотеатра орион да праздничная и у нас еще две площадки как когда у них напомним ну вот да возле досугого центра октябрь 21 1 1 1 все площадки открытие всех площадок сделали выходные дни в этом году то есть наверное я считаю что это может быть правильно но опять же посмотрим да потому что у нас было по-разному хочется чтобы пришли родители с детьми со своими да чтобы у них была возможность не вечером прибежать после работы да когда еще есть домашние какие-то дела а выходной день спокойно подойти поэтому 21 досуговый центр октябрь 14 00 и 29 получается 17 00 это площадка праздничная и в 16 00 дворец культуры родина с разрывом в час те кто побывают на открытии на родине еще имеют шанс прибежать там приехать там телепортироваться в центр города имеют шанс потому что ну по большому счету уже половина города живет на микрорайоне да если вот реально смотреть на эти вещи и поэтому я думаю что вам открытия и здесь в принципе хватит потому что же интересное в принципе открытие дворец культуры родина подготовил программу по бременским музыкантам в этом году этому мультфильму исполняется 50 лет и у них все игровые программы как бы да и оформление будет посвящено именно этому мультфильму то есть новогоднее приключение бременских музыкантов вот ну и у них еще одно новшество в этом году у них новая горка они расстались со своей старой горкой деревянной и уже приобрели новую и тоже деревянную тоже деревянную и в досуговом центре октябрь у нас будет в этом году я в прошлом году об этом говорила что мы хотели приобрести новую искусственную ель мы ее слава богу приобрели и в этом году там будет новая красивая пушистая искусственная ель вот здесь в центральной части что у нас с елками будет как обычно когда установят там что какая конструкция традиционная конструкция нет традиционные методы елка у нас слава богу как бы держится все хорошо в прошлом году мы приобрели новую иллюминацию поэтому провели ревизию полностью всех гирлянд было необходимо там закупить кое-какую бахрому и и поменяли сделали поэтому она традиционная какая была она нас пока устраивает и ну так как было в том году уже иллюминация докуплена в этом году мы как бы ничего такого есть дополнительных расходов таких не было особо и конкретно нет то есть только ревизии замена каких-то вот элементов которые пришли в негодность все а так все остальное как бы по елке традиционно да интересно в общем и целом подготовка во сколько встала города у нас к новому году я имею ввиду даже не подготовка в целом а строительство вот городков установка елок ну вот все все взять да то есть все площадки и приобретение горок и новые елки это ну примерно наверное миллион семьсот вот так вот где то то есть все площадки с новыми приобретениями со всеми вот где-то в таких пределах в миллион семьсот ну да это учитывая что там есть еще собственные средства вложенные городского центра культуры и досуга и дворца культуры родина они всегда у них в этом году вот уже тоже я была во дворце буквально вчера очень красиво уже не украшают и фойе и как бы коридор новогоднее настроение уже начинает поступать не уже поступает да и поэтому очень хорошо у них спасибо им за то что они еще и свои средства используют для того чтобы украсить создать настроение праздничное вот какие-нибудь фейерверки там или что-нибудь подобное будет вот знаете как-то до фейерверка дело не дошло чтобы так 12 часов куранты и бабах вот такая штука ну вот на самом деле может быть мы когда-нибудь к этому и придем правда потому что вот если три года назад об этом вообще как-то не говорили да то вот я наверное второй год уже вот как-то слышу от людей какие-то вот такие пожелания и почему-то в сми меня начали спрашивать о том что фейерверка на новый год не будет ну обычно как бы это было наверное очень очень давно когда я наверно маленькая потому что это же тоже определенные затраты если делать его красивым прям красивым да то это ну как бы суммы приличные пока мы вот не можем выйти наверно на то чтобы еще выделить отдельное финансирование для фейерверка ну может быть когда мы уже все купим горки обновим все сделаем можно уже задуматься можно будет задуматься да и фейерверки на новый год просто это логично если вы помните и если в общем-то вы знаете когда пробьют куранты выходишь во двор и там как бы начинается в каждом дворе я думаю есть какая-то своя пиротехника в частном порядке то есть город в общем-то громыхает и светится я думаю где-то часов до трех то точно утра вот вы знаете в этом плане наверное хорошо может быть да то есть потому что если раньше это делали только на центральной площадке да была возможность не было этой пиротехники не была возможность ее приобрести то сейчас в принципе бытовые фейерверки они в свободном доступе может любой купить и горожане создают себе праздник сами спасибо им тоже за это поэтому ну я думаю что пока так и город громыхает на самом деле слава богу ладно хорошо у меня вот еще такой вопрос возник и еще до того как вот мы с вами здесь встретились и начали разговаривать вообще на самом деле вопрос витает в воздухе вот у нас есть праздничная площадка в центре да есть праздничная площадка возле родины они как бы ну никогда особо не были равнозначными на самом деле но последнее время вот я заметил по крайней мере жизнь в городе она как бы смещается все равно из центра как бы вот в сторону микрорайона вот не получится так что у нас все таки главная елка в городе будет возле родины когда-нибудь вообще насколько насколько эта идея ну я не знаю обсуждается сейчас насколько она актуальна я бы вообще не сказала что она какая-то главная мне кажется это просто елки которые одна находится в центре другая на микро районе ну по крайней мере вот для меня как бы да и по программам то есть нет такого что вот тут главное и мы туда вот как бы что-то скажем тогда делаем какие-то акценты единственное что у них больше площадь да у них есть возможность каток тот же сделать 30 на 15 до который нет возможности сделать у дворца культуры родина елка у них новая тоже они купили искусственную шестиметровую то есть сказать что чем-то они единственное говорю они ограничены в площади да потому что все-таки там больше площади и больше места для того чтобы разгуляться скажем тогда и поэтому здесь немножко ну скажем скучине да но в то же время может быть уютнее как-то да потому что вот это вот камерность она создает тоже определенном свое свое настроение свое настроение создает поэтому я бы не сказала что нет у нас таких вопросов не поднимались потому что для меня они на самом деле равнозначные ну все понятно то есть я думаю что и остальные то есть горожане примерно это вот так вот воспринимают ну просто вот такие тенденции ну может быть да кроме вот этих вот площадок еще какие-то центры праздничные вот они будут по городу разбросаны там я не знаю есть вот у вас сведения там о планах допустим управляющих организаций там в своих районах депутатов может быть кто-то там в районе в тосах да какие-то свои праздники будут мы буквально встречались вчера как раз и с управляющими компаниями и ну то есть жкх да и делали свои предположения дело в том что мы в этом году возобновляем у нас не было игровых программ ну то есть родина проводила там допустим одну-две а на площадке праздничной не было игровых программ мы в этом году возобновляем скажем так эту традицию со 2 по 9 января на праздничной площадке в 12 и в 16.00 каждый день будут проходить игровые праздничные программы для тех детей которые приходят в это время и в том числе проговорили с управлением жилищно-коммунального хозяйства о том чтобы они все-таки обратились у них проходит штаб еженедельно до обратили к своим управляющим компаниям и провели игровые программы у себя во дворах вы знаете в прошлом году замечательные были то соучаствовали у нас и по моему край он северный еще какой-то сейчас не вспомню уже год просто прошел они делали свои игровые программы они строили снежный городок небольшой с помощью своих жителей я думаю что вот именно комфортная городская среда вот эта программа да она дает определенный толчок людям для того чтобы они начали активничать если можно сказать да таким словом поэтому я думаю что эти все равно какие-то праздники во дворах с управляющими компаниями какие-то свои с небольшие снежные городки горки они все равно однозначно будут потому что мы к этому идем и с каждым годом это становится все больше и больше поэтому я думаю что это будет во дворах просто в каком масштабе пока не можем сказать да еще немножко рановато потому все равно обычно мы после 20 числа начинаем какие-то такие конкретные точки до знать поэтому я думаю что будет но это логично то есть если люди в общими усилиями сделали себе отремонтировали двор установили там какие-то новые формы но логично устроить праздник в общем-то новогодний для всех конечно вот так вот мы плавно в общем-то перешли к игровым программам 31 декабря у нас допустим про изо прошло все все уже отгуляли начались новогодние каникулы что у нас будет в городе запланировано вы знаете с 1 по получается по 12 я все-таки маленько перед новым годом да потому что да у нас праздничные программы для детей дискотеки для школьников вечера отдыхов называется например в гдк предновогодняя перезагрузка вот они уже начнутся вот получается с 25 в родине и где-то наверное числа с 23 с 24 в городском дк ну так чтобы темп набрать к 31 да то есть они получается и буквально все вот эти утренники будут по 2 по 3 да игровые программы я уже сказала про то что они будут 7 у нас традиционный рождественский концерт который мы всегда встречаем да и всегда рады что православная гимназия вместе с нашим берским приходом проводит большой красивый праздничный концерт во дворце культуры родина вот в берске историка художественный музей открывает новогоднюю выставку теплые коты это заслуженный художник российской федерации юрий люкшин и традиционная программа музеи елки которая будет идти аж по 30 января то есть мы захватываем и каникулы и еще весь январь там по заявкам очень интересная программа с выставкой большой фестиваль часов то есть это уже четвертый год становится программа это такая популярная ее посещает ну вот на протяжении получается чуть больше месяца она работает ее посещает примерно около тысячи школьников до детей как бы со взрослыми поэтому вот эта программа также у нас работают и проводят свои классные часы и новогодние программы это школы искусств для своих учащихся у них тоже они такие интересные всякие и конкурсы они проводят то есть они делают игрушки свет рождественской звезды у них проходит выставка выставка рисунков то есть и к нам в гости конечно же приезжают театры вот как вы видите да у нас тут есть театры которые приезжают к нам это в основном в этом году новосибирск то есть основных таких гастролей у нас нет и ну вот 3 января заводной апельсин театр такой новосибирский мы в принципе давно с ним сотрудничаем они приезжают в городской дом культуры и во дворец культуры родина вот я принесла афишки тут взрослость новогодние проделки бабы и ги по дворце культуры родины 6 января ну то есть такие интересные в принципе программки которые можно будет посмотреть старый дом приезжает глобус приезжает то есть есть спектакли как для взрослых так и для детей 5 января большой тоже интересный спектакль театра старый дом вечера на хуторе близ диканьки это вроде не по моему это вроде не да приглашаем игровые программы то есть вроде не тоже и 4 и 8 января называется веселая поиграйка возле елки то есть эти программы все будут ну и новогодняя ночь в родине тоже кстати традиционно уже ждет то есть они 31 всегда работают 31 число 31 числа прямо все вот прям всю ночь прям всю ночь до пяти утра до пяти утра нормально приходите встречайте новый год во дворце но это наверное основные такие мероприятия ну и конечно же очень много у нас мероприятий в новосибирске да он слава богу нас рядышком то есть там работают тоже и елки и катки и театр оперы и балета традиционно делает новогодние детские спектакли и программы поэтому я думаю что нам будет куда пойти то есть давайте еще разочек проговорим в гдк у нас что с какого и по какое мы можем сходить и посмотреть для взрослых для детей но так чтобы наша программа была полезна да 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 в принципе в гдк вот спектакли начинается с 4 числа до два дворца культуры родина со второго то есть у них и игровые утренники и программы со второго и включить они пораньше в себя придут у нас есть же традиционно в городе свои театральные коллективы или они уходят на каникулы праздновать и ничего нам не покажут на этих каникулах но вы знаете они может быть для себя что-то и покажет то есть равно же еще вот смотрите у нас получается 43 творческих коллектива в учреждениях и все равно каждый проводит для себя а это же все равно определенные то есть если посчитать всех моих участников в художественной самодеятельности школ это около 6 тысяч людей до взрослых и детей и конечно же каждый из них все равно проводит свое новогоднее какое-то вечернее дневное утреннее представление мероприятия в котором они участвуют для себя даже да поэтому тут я думаю таки тоже в формате капустника тогда формате новогодней вечеринки даже вот так даже еще более камерным да поэтому тут как бы тоже охват вот этот еще ну и я говорю в принципе у нас вот со 2 января я думаю каждый день практически где-то все равно будет какое-то мероприятие на которое можно сходить те же музеи елки которые работают и ждут всегда это музей это музей оксана михайловна ну вот как бы последний вопрос год заканчивается понятно отдел культуры да надо подводить итоги чтобы вы как руководитель отдела культуры вот этого направления достаточно богатого разнообразного веселого такого заводного да определили для себя как вот ну бесспорный успех 2019 года какое-то достижение да что было такого классного за что вам ну как минимум не стыдно как максимум в этим гордитесь ну как минимум не стыдно за проведение областной масленицы потому что на самом деле это был тоже очень масштабный праздник и впервые мы делали такую снежную крепость которая была ну то есть вот на самом деле это было прям вот события я считаю для берчан было очень много и выставок и всего до второе наверное грандиозное событие это культурная олимпиада все-таки которая прошла в нашем городе ему тоже тысячи человек гостей встретили и прошла она в принципе хорошо и считаю хоть у нас и второе место но но все равно медальная да да не четвертое скажем так не обидно и до второе место но и наверное наверное еще могу погордиться египетской сказкой которая поучаствовала до практически во всех наверное фестивалях мультфильмов то есть и в иране и в бразилии великобритании я считаю что это ну прямо успех для города берска потому что так скажем так обыкновенная мультипликационная студия до которая вышла на такой уровень это конечно замечательно и я очень им горжусь и наши учащиеся они все равно наши дерзко детская музыкальная школа имени свиридова играли с камерным оркестром филармонии я тоже считаю что это все таки все достижения ступенька которой можно гордиться на самом деле ну и я надеюсь что мы в 2021 году откроем виртуальный концертный зал во дворце культуры родина это это уже плана когда это планы ну вот такие наверное основные моменты которыми хотелось бы гордиться вот по поводу египетской ночи да и ребят из мультипликационной студии да вот город как-то отметит их вообще есть идеи какие-то на этот счет вообще как вы считаете надо поощрить их я думаю что надо конечно поощрить и у нас в двадцать первом году ну мы в этом году конечно подведем итоги до 30 декабря людмила на по подводит свой традиционные да всегда тоже итоге дворца культуры родина я думаю что мы обязательно их поощрим поучаствуем в этом замечательном скажем тогда мероприятие и у нас в двадцать первом году будет мультипликационный фестиваль наливное яблочко здесь берске берске да он по моему 3 у нас уже в этом году у нас очень хорошие эксперты в этом году тоже из москвы я думаю что они тоже отметят и мы как бы этот вести на этом фестивале еще покажем да и получим тоже я думаю определенные отзывы оценку ну то есть да но и я думаю всем будет интересно посмотреть за что же в общем-то дают международные награды до международной премии какой уровень вообще должен быть у подобного рода конкурсных работ ну ладно хорошо чтобы вы пожелали берчанам в преддверии нового года ой берчанам пожелала бы чудес новогодних конечно потому что все равно хочется чтобы каждый год был лучше чем предыдущий да ну и чтобы они в каждом дне находили определенные яркие моменты которые есть как новогодние гирлянды разные цвета да также чтобы они находили свои какие-то прелести радости ну и конечно же хочется пожелать взаимопонимания во всех сферах жизни всем ну и мира наверно и вера в чудеса хорошо будем верить в чудеса обязательно посетим все ваши замечательные мероприятия которые запланированы и до нового года и в течение новогодних каникул я думаю каждый сможет найти там что-то для себя и какой-то заряд позитивный я надеюсь по крайней мере на целый год как минимум до следующего декабря получить спасибо огромное оксана михайловна мы сегодня говорили в студии с оксаной макриенко которая возглавляет отдел культуры города берска и разговаривали мы о том как наш город будет праздновать новый год куда пойти горожанам перед новым годом во время празднования нового года и после нового года уже в продолжении новогодних каникул еще раз напомню вы смотрели программу 15 в студии работал андрей маланов всего вам доброго хороших праздников до свидания